А вас не слышно? У вас где там микрофон-то? Далеко от вас? Не слышно ни одного слова. Посмотри, что там вне включённое. Ну-ка. Давай, посмотри, пожалуйста. Ну-ка, давай, посмотри. А сейчас слышно? Вот сейчас. Сейчас слышно. Мы пришли сюда рассказать о Боге, о вечности, для чего человек живёт. Вы в церковь ходите когда? Да. Иногда бывает. А церковь далеко от вас? Нет. А у вас кто-нибудь взрослый есть дома? Мама, отец? Нет. Я бы вам сказал, где мы можем встретиться в скайпе. Но надо, чтобы вы с родителями подошли. Чтобы они поверили, что в скайпе вопросы можете задать. Меня звать Лапкин Игнатий. Вам сколько лет? Нам 13. Да-да, вы уже... А вы со мной сегодня не разговаривали? Нет. Нет, первый раз. Тоже 13-летние хлопчики были. У нас... Подождите. Сейчас, подождите немножко. Ну ладно, давай тогда. Так, у нас называется «Во свете Библии» YouTube. «Во свете Библии» ты можешь записать. Сейчас, сейчас, подождите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Хорошо, сейчас. Давай, посмотри. Какие вы, ребятишки, толковые. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну что, набралось? Ну-ка, давайте. Это YouTube откроется. В YouTube. Это в YouTube. Ничего не слышно опять. Нету, не слышно, ни слова. Нету, ничего не слышно. Что-то там опять вы отключили. Посмотри. Нету, ни одного слова не слышно. Ну-ка, попробуй. Что-то тогда, конечно, хорошо было слышно, но вдруг не стало. Где-то там, может, в наушниках что-то нажать надо. Нету, не слышно ничего. Ну-ка, попробуй. Ну, в общем, запишите. Я тогда отойду от вас, вы потом найдете. Если пожелаете встретиться, вы в скайпе зайдите, только желательно с родителями. Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией. Не слышно. Вот еще ни одного слова нету. Где что там? Что-то там переключили. Посмотри. Что-то там какой-то выключатель у вас. Нашли, да? Вот. Там у нас 14500 роликов. Вы там найдете детский лагерь, как у нас дети отдыхают. Вот. А если взойдете в мой мир... Да, я вам прощу. О, сейчас слышно. Вот мой мир называется. Мой мир. В моем мире вы только зарядите, Игнатий Лапкин. Вы мне можете письмо написать, я вам отвечу. Да, мы слышим. А вы кто вообще такой? Ну, я из Барнаула, проповедник. Да, мы тоже из Барнаула. Мы тоже из Барнаула. Из Барнаула? Вот молодцы. А где вы живете-то? Ну, в индустриальном районе. В индустриальном районе. В каком районе? Индустриальном. А мы в этом, в центральном. У нас тут... А вы Покровский собор знаете где? Нет. Нет. Ну, ближе к Старому базару. А, наверное, тогда знаю. Там большой храм такой. А на Ленинском проспекте тут Никольский храм. А Калавас как называется? Наверное, Яна Богослова. Наверное. А вы кем вообще являетесь? А, проповедник нашел. Да, я... А мы в ролик попадем? Да, вы... Да, в ролики обязательно попадете. Вот рассказывайте, что вы... Надо сделать так, чтобы мы здесь что-то... Вы Евангелие-то дома считаете, нет? Нет, не читаем. Вы не считаете. А вот это вот у вас такая книга есть дома, нет? Библия. У меня бабушки есть. Да, у меня тоже. Вот она. Вот. Вы что знаете о жизни вечной? Как жизнь начиналась на земле? Что Адам и Ева были, согрешили. Это знаете, да? А что на землю соходил Христос, умер за наши грехи? Да, это уже... Да. А вы крещеные? Да, да. А вы ходите на исповедь? Причащаетесь? Да, и на такой... Редко, да? Редко. Редко, да, я не знаю. Я говорю. О, вы обязательно маме расскажите. Скажите, из Барнаула заходил к нам проповедник, и желательно, чтобы вместе на меня вышли. Вы запишите мое имя. Игнатий Лапкин. Там мы уже на ваш канал подписались. Да, а еще есть Мой мир. Вы в Мой мир зайдите, там можно переписываться. Мой мир тоже канал на Ютубе? Да, только-то запишите. Игнатий Лапкин. И можете мне письмо написать, а я вам отвечу. Попроситесь в друзья, я вас приму в друзья. Мой мир. Посмотрите. Да. Вот вы можете сказать, у меня 45 лет детский лагерь у нас открытый. Дети там у нас ягоды собираем, работаем, много раз купаемся. И никто не обидит, все православные. Мы православную деревню строим. Вот это вам интересно будет. И можно приехать с родителями отдыхать. А вы где, а вы на какой улице живете? Это у нас Мамонтовский район. Это Барнаул, Кулунда, ветка железнодорожная идет за Ребрихой. Между Корщиной и Ребрихой. Вот первый раз встретил из Барнаула ребят таких. Да, совпадение прям. Это здорово, конечно. Да. Вот. А вы какие молитвы знаете считать? Вот немного. Ну-ка давай, попробуем. Ижеиси на небеси. Отче наш там. Ну давайте, я прочитаю, а вы скажете тогда. Отче наш. Ижеиси на небесе. Да светится имя Твое. Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши. Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. А это вы можете запомнить. Евангелие от Матфея 6.9. Вот вы там кто? У вас отец-то есть дома? Нет. Есть? Нет. Ну мама-то работает. Может быть она немножко денег-то найдет. Купить вам Евангелие. Вы в церковь зайдите, у вас будет Евангелие свое. А если вы ко мне придете сюда, вот, ко мне, я вам бесплатно дам. Да? Да. Бесплатно дам Евангелие. И даже Библию, может, поищу, найду. И вы можете маме сказать, чтобы она как-то зашла в мой мир. Вот сегодня пятница, завтра суббота, воскресенье, вы можете к нам прийти. У нас богослужение тут идет. Давайте мы теперь вам прочитаем. Да, молитвы. Да, пойдем читать. Отче наш, ежи, еси на небесах. Нельзя смеяться. Смеяться нельзя. Да, придется имя Твое, да прийдет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яка на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам вниз. И остави нам долги нашим, яка же мы оставляем должников нашим. И не веди нас на искушение, но избави нас от рукавового. Ибо Твое есть Царство, и сила Твое. И сила, и слава. Ну, правильно, только смеяться никогда не надо. Надо серьезно. Мы к Отцу Небесному обращаемся. А вы где сейчас выходитесь? А вы знаете улица Пушкина где? Клотовская. Да. Улица Пушкина. Наша улица на одну ниже. Ползунова называется. Ползунова. А, да, знаю. А вы? Мы прямо здесь. От нас видно мост через Барнаул. Видать. А вы сейчас в библиотеке? Нет, это квартира у нас. Мы тут живем так. А кто сзади сидит? У вас так много книжек? Ну, книжек разве там много? У меня книжек в том доме было. От пола до потолка и вся стена в одних книгах. Ну, в этом нам необходимо. Я, видишь, вел занятия в университетах, институтах, в школах. И студентам приходится давать книги. А кто сзади сидит? Да, вот сзади у нас там фиолетовая футболочка. А вот если бы вы могли... Так, подожди-ка. Подождите, ребята. Я вам покажу сейчас. Котя, ну-ка, пойдем посмотрим. У меня новые друзья появились. Ой, разоспался. Как он разоспался. Ой, какой красивый котик. Ой, котик. Да он спать лег уже. Вот смотри какой. Он еще котенок. А смотри, какой он большой. А вот это бабушка его. Давай-ка сюда. О, вот так. А вот это бабушка его. О, какая красавица. А вот смотри. А вот сейчас я его маму найду. Где она? Попали. Скорее, вон она. Ну, видор смыгнуло. Не сдете оттуда? Нет. Надо было сразу тебе сказать. Так. Я сейчас вам еще что-то покажу. Ребята, стойте. Да, мы никуда не уходим. Ну, что такое, ну? Это голубь? Конечно. А какой у него хохолок-то, видишь? Да. О, у вас это шницель? Да. Мальтийская баллона. О, смотри, какой красавец-то. Тоже у вас красивая собачка. А у меня голуби. Голубятня большая. Да, очень красивый белый голубь. Вот какой сидит, видишь? Прям ручной. Да. Вот так. Она выйдет там. Убежала кошка одна. А вы сейчас видео записываете? Так, повтори, что сказал? Вы сейчас видео записываете? Да. Вы сами себя увидите. А вы знаете, где в YouTube зайти? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Да, мы уже закончили. Вот вы там, я постараюсь ночью поставить это. А вы в каком классе? В каком классе-то учитесь? В седьмом. В седьмом? В седьмом? Да. Ну, так это уже большие, вы совсем большие. Я хотел кое-что вам сказать еще. Да. Никогда никому домой не заходите с ребятишками. Сразу домой идите. Потому что везде всякая беда. И дети теряются. Ни в всю машину никогда не садитесь. Я начальник детского лагеря был 45 лет. Мы основали. У нас нельзя ни ругаться, было ничего. Мы учили детей по деревьям лазить. И на лошадях ездить верхом. И на лодках. И нынче мы тоже с 10 июня к нам будут приезжать гости, как в лагерь. Вы маме расскажите, чтобы она на меня вышла. Та и мы поговорим. Если вы бедные, мы можем там все это сбавить, рассмотреть. Не, мы не бедные. Да, у нас все хорошо вроде. Да. У нас все готовят сами. Я печник, русская печь сделанная. Рыбачат у нас ребятишки там. И никто не обидит. Мы отдельно совсем в стороне. Деревня строится. Вам будет это очень интересно. У нас приезжали отовсюду ребята из Канады даже были. Из Канады? Да. Приезжали из Германии взрослые. У меня из печати вышло 38 книг. Вам будет это интересно ознакомиться. Когда на сайт зайдете, а сайт это во свете Библии, напиши сайт. И зайдешь, там можно скачать книги. А, когда ролик будет? Я ничего не понял. Когда ролик будет? Ролик будет когда? Ну, думаю, утром, к утру. Он небольшой. Вы какие-нибудь наизусть стихотворения-то знаете? Ну, это надо вспомнить. Ну-ка, серьезно так, расскажи, по-настоящему, чтобы для других это полезно было. Я не помню. У нас просто каникулы, мы все забыли. Нету, да? Так у вас совсем Евангелия нету и считать даже не можете, да? А как же, утром встаете, молитесь утром? Нет. А вы знаете, что сейчас пост идет, и будет Пасха через 4 недели? Да. Да, то, что про пост узнали. Вы можете, это, с мамой на меня выйдете, в моем мире, мой мир, знаете? Мой мир, Mail.ru. Да. В мой мир вы сразу зайдете и напишите, Игнатия Лапкина, и мне прямо письмо напишите, а я вам скину свои ресурсы. Прямо сейчас же зайдите, мой мир. Быстренько страничку сделайте себе. Да, Игнатий Лапкин. Там бывает Игнатий один, Лапкин один. Потому что тут когда-то неприятность была, и она один, однерки проставили. Я вам отвечу там. И мама, если выйдет на меня, то мы можем вас пригласить к нам в гости. Понятно. У нас очень интересные ребятишки, песнопения учатся, и тут и молимся, у нас храм. Если у вас вопросов нет, мы будем сейчас прощаться с вами. Нет, ничего прощения. Вот если вы думаете, по скайпу зайти, по скайпу разговаривайте. Только заряди Игнатий Лапкин, я один такой, с этим фамилиями. Вот по скайпу вы можете ко мне выйти. Это можно с восьми утра по-местному. Хорошо. Ну да, и вечером до восьми вечера, вот в это время. Только очень желательно, чтобы с мамой зашли. И маме расскажите все, как есть. Скажи, вот что узнал ты, чтобы по-хорошему все было. Чтобы мама не беспокоилась о вас. Я вам наказываю, как себя вести, чтобы не потерялись. Никому никогда в машину не садитесь. Да, хорошо. Идете домой, от училища и скорее домой. Никогда не курите, даже не балуйтесь. Плохие слова не говорите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Гриша. Как вас звать-то? Роман. Дмитрий. Дмитрий, второй? Роман? Роман, да. Роман. Да благословит Господь Дмитрия Романа. Я сейчас помолюсь о вас. И вы можете встать и сказать аминь в конце. Мы три поклона положим. Господи, благослови Дмитрия Романа. Даруй добрый разум. Послушание матери. И нас помилуй, милости твоей ради. Аминь. Богу слава. Аминь. Все. Ну хорошо, хлопцы, оставайтесь с Богом. Да, удачи вам. Да. И вам всего хорошего.